Мы вас поздравляем, большие молодцы. Что тебе дать? Если что, я встал. Прям вау-вау-вау. Важная для тебя в твоей жизни. Та самая рука, да? Женька Гараничевна отправила смс-ку. Вы могли уехать отсюда героями. А уезжайте клоунами. Я тебе говорю, Вика Сливко там падала. А монтирует потом кто? Меня зовут Спецов Денис. Я лыжник сборной команды России и Тюменской области. Мои регалии, наверное, многие знают. Это три олимпийские медали, два серебра и бронзовая медаль в личной гонке на 15 километров с свободным стилем. Свой спортивный путь Денис начал в небольшом поселке Вожига в Вологодской области. Я переехал в 2011 году. Мне было на тот момент 14. Тренер убедил, так сказать, маму. Хотя я маме говорил, ни в коем случае не соглашайся. Очень пришлось постараться, чтобы меня убедить в этом. Жить постоянно в Тюмени, не зная ни места, ни тренеров, ни друзей, никого. Привезли и оставили ребенка. Это было очень тяжело. Никогда не жалел то, что переехал в Тюмень. Денис, медалька здесь. Нет. Да, у нас, конечно, не было лыжероллеров, но на лыжах летом мы не катались. Надеюсь, это не закреплено в Википедии за мной. Нашел человека, который может со мной подравняться за Гарри. Для камеры все равно не поможет. Давай, Дениска! Давай, Денис! Дениска! Я тебе говорю, Вика с Левко там падал. Ну нет, это ровно половина. Это скалолаз или не скалолаз? Нет. Это действующий рекордсмен мира. Да ладно? На эталоне 5,48. Да. Нет? Андрей Зубов, он занимается развитием кино. Он меня пугает. Честно, сомневаюсь. Ну, пускай будет да. Да, ты прав. Это Ада Мондро, это один из самых крутых в мире скалолазов. Думаю, да. Нет. Это Полина Верба, она занимается полдэнс и воркаут. Ну, пускай будет да. Ну, это да. От логики, если. Местная спортсменка Юлия Каплина, она очень долго держала рекорд мира. Нет. Ну, это тоже скалолаз, конечно, Шона Кокси и много чего выиграла. Просто такая интересная фотосессия, да. Я тебе в следующий раз буду показывать лыжников. Ну, в этот день мог выиграть любой. И решили, то, что заедем втроем, поделим как бы золото, все втроем получим и никому не обидно и все. В итоге заехали втроем. В разножки приехали, все довольны. Но судьи там в итоге начали нас делить, то, что это не спортивное поведение, либо дисквалификация, либо делим. Разделили нас на три места. Мы приехали домой, и нас встречает тренер, и очень был злой. И первая его фраза была эта «Вы могли уехать отсюда героями, а уезжаете клоунами». И это прям на всю жизнь. Я узнал много нового о себе, узнал о своих недостатках, над чем нужно работать. Когда перед стартом закрываешь глаза и пытаешься вспомнить трассу. Примерно. У нас все заучено, у нас все легко получается. Прям вау, 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 это то, что Женька Гораничевна отправила смс-ку. И я такой, нифига, он где-то заморочился, нашел номер, чтобы меня поздравить. Вот это было вау. Денис, помни, твоя медалька там, я доставать ее не буду. Ну, мы, конечно, лыжи сами не покупаем. Как бы все равно все это выдают фирмы по контракту. И ботинки, и лыжи, и палки. Я думаю, я набегаюсь на лыжах достаточно и не буду делать забор из лыж или балкон из лыж. Я имею, допустим, в собственном пользовании не менее 50 пар лыж стоимостью там от 30 тысяч. И три, ну, в среднем у меня 6 пар ботинок. Ну, так, три, которые необходимы действительно. Это конек, классика и скетлон стоимостью там от 30 до 50 тысяч. Плюс палки где-то в районе 20-25. Старые лыжи мы не продаем. Мы их также сдаем на Фишер, как бы. Ну, лично у меня Фишер лыжи фирма. И мы сдаем старые, они нам дают новые. Поэтому, как бы, ни на продажу, ни на забор, ни на балкон, никуда. Я ожидал, конечно, большего. Я думал, ну, глядя, в принципе, на соревнования, как там просто забегают за 5-7 секунд, я рассчитывал, что я секунд за 30-50 поднимусь. Есть, как так сказать, к чему стремиться. Будем тренироваться. Несмотря на то, что нереально устали запястья, я реально получил огромное удовольствие. И действительно, еще не раз приду и попробую все-таки поковетить эталон. Когда свадьба? 12 сентября. На этом мы закончим. На этом мы закончим.